Привет, хардкаверяне! С вами канал Хардкавер. Приятного просмотра! Последний выпуск первой арки от Зеба Уэллса в исполнении Джея Круза. Да, эта история лучше, чем писанина Спенсера, но и здесь недочетов набралось полная лукошка. Забавный факт. В этом выпуске у Паркера в исполнении Рамиты-младшего практически такое же лицо, как у меня, когда я трачу все свои вечера на ролики, которые приносят мне копейки. Ладно, от Ютуба сейчас приходит 60 рублей в месяц. Но этого даже на кофе не хватает. Кофейко меня сейчас угощает только те три прекрасных человека, которых вы видите в титрах после каждого ролика. И с молитвы за здоровье которых я начинаю каждое божье утро. Ребят, вы очень крутые и показываете, как нужно относиться к интеллектуальной собственности в этой стране. Вы только подумайте, на самом деле я сижу за роликом, который вы смотрите 10 минут примерно 3-4 часа. А если это ролик формата Ultimate Вселенная, то раза в три дольше. Поэтому сейчас, когда в России отключена монетизация, мне как никогда нужна ваша благодарность и поддержка в материальном ее выражении. Канал можно поддержать на ежемесячной основе во ВКонтакте. Все спонсоры указываются в титрах, получают ранний доступ к роликам и мои утренние молитвы. Ссылка на страницу подписки в описании. Я заранее благодарю тех, кто еще намеревается присоединиться к этому теплому сообществу. И огромное-огромное спасибо тем, кто уже состоит в донатерах канала. А если ежемесячный способ поддержки для тебя это слишком, то можно сделать это единоразово на кошелек U-Money. Вдруг какой-нибудь особо удачный ролик запал тебе в душу и ты такой хочешь «Хэ-хэй, спасибо тебе Харди» сказать вот так вот. Я высказалась, Круз, теперь тебе слово. Удивительный Человек-паук. Выпуск пятый. Окей, это как бы финальный выпуск первой арки. А описание выпуска обещает нам неистовое противостояние Паука и Том Стоуна. Думаю, что вы не хуже меня догадываетесь, что нас нае... ну обманули в общем. Все начинается с того, что Диггер, жрущий мороженку, едет на вызов к боссу. Около убежища скопление полиции. Босс арестован и имеет право хранить молчание. Диггер, как настоящий проверенный сотрудник организации, принимает решение свалить по-тихому, чтобы не пойти вслед за начальством. Паркер сидит неподалеку на крыше в фирменной гопо-позе раздумывает о событиях прошлого номера. Герой просто необходимо теперь как-то отомстить Том Стоуну за то, что он сделал из него лоха. Ах да, прошу обратить внимание на голову Паркера. Так, по мнению Ромиты, выглядит избитый герой в маске. Ну, просто клякса красная и все. Героические критические дни. В это время Алонсо на бандистской сходке косплееров рассказывает о том, какой он криминальный маэстро. Как он переиграл и уничтожил Розу на его же территории. Другие боссы подозревают, что Том Стоун может потенциально работать с Пауком. Но глава Гарлема утверждает, что он ровный поцак и с членистоногими тварями дел не ведет. Теперь переносимся к Фелиции, которая все еще ищет Паркера. И вы не поверите, коллектор все так же сидит у подъезда. Мужик, камон, у тебя реально другой работы нет. Кошка замечает Паука на крыше и поднимается к нему. Давайте опустим диалог. Он тут не особо важен. Паркер, как всегда, утверждает, что ему не нужна помощь. Реально не нужна. Ты глянь на свое лицо. Рамит, что это такое? Почему Паркер без маски стал длинноликим каким-то? С формы черепа-то что стало? Блин, даже ваш условный сосед Анатолий Загорулько, валяющийся у подъезда, лучше выглядит. Я даже не знаю, кто из титанов работы кистью, Рамита или Рамос, больше поставляет контента на Пауке. И у обоих фамилия на букву Р. Совпадение? На следующий день пришло время Паркера мстить. Вот как вы думаете, где прятался Диггер? Естественно, в убежище Розы, которое вчера отцепила полиция. Однозначно самое безопасное место. Ну, конечно, не бункер, но тоже неплохо. Паркер после небольшой потасовки предлагает Диггеру договориться, чтобы тот смог опродаться в глазах Фиска, а Паук бы насолил Томстоуну. Позже в Лонг-Айленде Алонсо провожает своих гостей с особняка. Паркер пробирается в его апартаменты. Ну что, вы готовы к обещанной битве? Ха, ее здесь нет. Паук снова начинает бычить. Основная идея Питера – это подорвать репутацию Томстоуна. Он собирается вбросить фейк, что они работают вместе. А если гангстер этого не хочет, то ему стоит поумерить свой пыл. Тут же звонит Кролик и рассказывает, что Диггер напал на один из складов. Томстоуна респектует Пауку за подобный подход. На этом все заканчивается. Вечером жертва Ботокса решает наведаться на ужин к тете Мэй. Свой внешний вид он оправдывает рокетболом. В это можно поверить, только если он был мечом. Они садятся ужинать и все, конец первой арки. Наверное, это опять ловушка ожиданий. Но даже заявленное в Паю номеров не соответствует действительности. Мне нравится тема преступного Нью-Йорка и возвращение к классическим врагам. Но пока вся эта стычка с Томстоуном весьма вялая, а линии, которые действительно интересны, пока остаются на фоне. Дальше нас ждет юбилейный 900 выпуск. Дальше нас ждет юбилейный 100 выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова